исчезновение малазийского боинга что случилось на самом деле 8 марта 2018 года из куала-лампур в пекин вылетел боинг 777 через 40 минут самолет пропал с радаров а вместе с ним 227 пассажиров и 12 членов экипажа 34 корабля и 28 самолетов из семи разных стран прочесали южно-китайское море между малайзией и вьетнамом но не смогли найти ни единого следа четырехлетнее расследование также ни к чему не привело что случилось с рейсом м аж 370 сегодня я расскажу самые невероятные версии произошедшего а также мы пройдемся по хронологии той злополучной ночи чтобы приблизиться к истине привет меня зовут и и я обожаю собирать жуткие истории городские легенды и мистические теории я приглашаю тебя прогуляться в мрачные закоулки туда где ткань реальности особо тонко и через нее можно заглянуть прямо в бездну а чтобы не пропустить новые выпуски подпишись на канал прямо сейчас и поставь колокольчик так тебе точно придет напоминание смело следуй за мной но помни одно правило не оборачивайся управлял самолетом 27-летний фарик хамид это был его последний тренировочный полет скоро пилот должен был получить официальный сертификат его инструктором был командир экипажа захаре ахмат шах в свои 53 года один из самых возрастных малайзии airlines женат трое детей владел двумя домами в своем первом доме установил флайт-симулятор от microsoft захари часто играл в него и писал на интернет-форумах о своем хобби той ночью в кабине пока фарик управлял самолетом капитан захари работал с радио передачи захари были несколько необычными в час ночи он почему-то сообщил что борт выровнялся на высоте 35 тысяч футов хотя обычно принято сообщать об уходе с высоты они и о ее достижении диспетчер в центре куала-лампура сказал лазийский 370 свяжитесь с хашимином 120 запятая 9 спокойной ночи захари ответил спокойной ночи малазийский 370 он не повторил частоту как следовало бы но в остальном передаче звучало нормально это было последнее что мир услышал от м аж 370 через пять секунд после входа и м аж 370 воздушное пространство вьетнама его значок вдруг исчез с экранов малазийского управления воздушным движением со взлета прошло 39 минут диспетчер в куала-лампуре этого не заметил а когда заметил предположил что самолет уже просто перешел в сферу наблюдения хашимина вьетнамские диспетчеры сразу увидели как м аж 370 пропал с радара они пытались связаться с бортом но безрезультатно координационный центр спасательные авиаслужбы куала-лампура должен был получить уведомление в течение часа после исчезновения борта но прошло еще четыре часа прежде чем наконец запустили механизм чрезвычайного реагирования в этот момент самолет уже должен был приземлиться в пекине спасательные работы сосредоточили в южно-китайском море между малайзией и вьетнамом это были самые масштабные поиски в истории по задействованной техники и количеству стран участниц но и маш 370 не нашли бесследное исчезновение стало поводом для бесчисленных версий разной степени фантастичности вскоре после исчезновения самолета утверждалось что это мог быть теракт в период с 9 по 14 марта 2014 года медиамагнат руперт мёрдок написал в твиттере что исчезновение рейса 370 подтверждает что джихадисты пытаются создать проблемы для китая позже он предположил что самолет был спрятан на севере пакистана эти замечания не были подтверждены а в следующем месяце российская газета московский комсомолец выдвинула аналогичную теорию утверждая что неизвестные террористы угнали самолет доставили его в афганистан а затем держали экипаж и пассажиров заложниках на реддит циркулировала история о том что у эмаш 370 было достаточно топлива для угона в северную корею также как это было сделано в 1969 году с рейсом korean airlines также в соцсетях и по электронной почте распространялись сообщения о том что на борту малазийского самолета летели все четыре держателя патента на новую технологию производства полупроводников для корпорации фрискейл семикондактор якобы патент был одобрен спустя несколько дней после исчезновения самолета сайт городских легенд snow ups точка ком пишет что нет никаких доказательств того что 4 изобретателя перечисленные в патентной заявке были списке пассажиров самолета и что они имели право на 20 процентов доли патента кроме того маловероятно что их доля вернется к фрискейл после их смерти как указано в электронных письмах счастья другие конспирологи предположили что эмаш 370 был либо захвачен соединенными штатами затем доставлен на военную базу диего гарсия в индийском океане либо самолет приземлился на базу сразу после получения инструкции отправиться туда последняя версия была поднята на ежедневном брифинге в белом доме 18 марта после чего пресс-секретарь джей карни ответил я исключаю это в основе теории с диего гарсии лежало несколько деталей а именно сигнал мобильного телефона второго пилота а также поворот самолета на запад что в обоих случаях соответствовало маршруту до острова в статье опубликованные 18 марта 2014 года журналисты фарах ахмед и ахмед наив из мальдийской газеты хаверу написали что несколько жителей острова куда хуватху увидели низко летящий гигантский самолет около 6 15 утра 8 марта они сказали что это был белый самолет с красными полосами как обычно выглядят рейсы малайзии airlines очевидцы из куда хуватху согласились с тем что самолет летел с севера на юго-восток к южной оконечности мальдив они также отметили невероятно громкий шум который издал борт когда пролетел над островом обнаруженные в конце июля 2015 года обломки с боинга 777 на пляже на острове реюнион к востоку от мадагаскара привели к возобновлению интернет спекуляции о том что самолет был сбит недалеко от диего гарсии из-за опасений террористического нападения однако многие люди и в том числе из тех кто считал что самолет благополучно приземлился на диего гарсия или в другом месте посчитали обломок за подделку некоторые предположили что пассажиры все еще живы их родственники сообщали о так называемых фантомных звонках которые уже после исчезновения самолета поступали им на мобильные но соединение не происходило позже это явление объяснил джефф коган эксперт по мобильной связи он рассказал что сеть может проводить обратные звонки при поиске соединения даже если телефон отключен или уничтожен бывший научный советник британского правительства салли лейвсли выдвинул версию кибератаки на рейс мх-370 однако пресс-секретарь корпорации боинг и гейла келлер сказала что они уверены в надежной защите всех критически важных для полетов систем и неспособности хакеров получить доступ как к внешним так и к внутренним средствам на самолетах боинг популярной стала теория о том что борт мог столкнуться с метеором или быть поглощенным черной дырой что конечно маловероятно с точки зрения физики но не невозможно а в марте 2018 года в четвертую годовщину исчезновения рейса 370 некий мужчина получил странные голосовые сообщения и текстовые сообщения с координатами места в индонезии недалеко от того места где исчез рейс 370 голосовых сообщениях о сбоке морзе говорилось о том что самолет был похищен инопланетянами этот же человек также утверждал что кто-то крутился возле его дома и делал фотографии звонки были совершены с помощью айпи телефонии из двух отелей в портблэре хотя личность звонящего осталась неопределенной следователи назвали случившиеся розыгрышем или мистификации то что сложная машина оснащенная самым современным оборудованием и средствами связи может просто исчезнуть казалось чем-то из области фантастики прошло больше восьми лет и точное местонахождение борта неизвестно но все же кое-что прояснилось радиолокационные записи сохраненные на компьютерах управления воздушным движением и частично подтвержденные секретными данными показали что как только я маш 370 исчез с радара он резко повернул на юго-запад и полетел обратно через малайский полуостров и обогнул остров пенанг оттуда он последовал на северо-запад вверх по малакскому проливу и через андаманское море где исчез в неизвестности за пределами радиолокационного диапазона эта часть пути заняла больше часа и она позволила предположить что самолет не был захвачен также это значило что дело не в несчастном случае и не в самоубийстве пилота с которым доводилось сталкиваться раньше самого начала и маш 370 вел исследователей в неизвестном направлении технические специалисты в лондоне смогли заметить существенное искажение предполагающая поворот самолета на юг в 240 точка поворота была немного севернее и западнее суматры эксперты предположили что затем самолет очень долго летел прямо и ровно в общем направлении антарктиды через 6 часов данные показали крутой спуск со скоростью в пять раз больше нормальной а затем самолет погрузился в океан борт должно быть мгновенно раскололся на миллион кусков но никто не знал где конкретно это случилось и тем более почему несмотря на некоторые теории управление самолетом не велось удаленно изнутри отсека электрооборудования пространство под передним камбузом контроль осуществлялся из кабины пилотов один из них при этом был выведен из строя мертв или заблокирован вне кабины человек за штурвалом намеренно сбрасывал давление в самолете больше если не вся часть электрической системы была специально отключена во время разворота самолет поднялся на запредельные 40 тысяч футов целью подобного подъема было ускорение разгерметизации самолета приведшая гибели всех людей в салоне а в кабине пилотов были четыре кислородные маски рассчитанные на несколько часов работы час 52 через полчаса после уклонения от маршрута и маш 370 направился по малакскому проливу в этот момент сигнал с мобильного телефона пилота фаррика хамида поступил на вышку сотовой связи внизу но звонок не состоялся и никакая информация не передалась затем и маш 370 скорее всего летел на автопилоте направляясь на юг кто бы не занимал кабину он был активен и жив мог ли быть преступником второй пилот и маш 370 фарих абдул хамид он был молод полон надежд и говорят собирался жениться ничего подозрительного в его истории не нашли а вот капитан захаре у него был имидж хорошего пилота и спокойного семьянина но образ продвигаемой семьей захаре противоречит другим данным люди которые знали захаре говорили что он чувствовал себя одиноким и часто грустил его жена переехала и жила во втором доме семьи захаре признавался друзьям что проводит много времени рассказывая по пустым комнатам в ожидании когда пройдут дни между рейсами известно что пилот общался замужней женщины и и тремя детьми и зациклился на двух молодых интернет моделях которых нашел в соцсетях он оставлял им комментарии в фейсбук захаре кажется несколько оторвался от своей прежней устоявшейся жизни он был на связи с детьми но они выросли и ушли расследователи из авиационного и разведывательного сообществ подозревают что пилот страдал от депрессии экспертиза установленного в доме захаре авиасимулятора показала что он экспериментировал с профилем полета примерно совпадающим с профилем и маш 370 рейсом на север вокруг индонезии за которым последовал длинный перелет на юг закончившийся истощением топлива над индийским океаном указанная симуляция была единственной которую захаре выполнял по особой схеме обычно он на симуляторе взлетал а дальше виртуальный борт двигался час за часом пока не достигал аэропорта назначения лишь в одном случае пилот продвигал полет вручную в несколько этапов пока не кончилось топлива аналитики считают что виновен именно захаре и маршрут в симуляторе он оставил в качестве некоего пасхального яйца а еще во время рокового полета и маш 370 сделал крюк в сторону родного города захаре пенанга как будто прощался с ним что творилось в кабине пилотов боинга в последние часы мы можем только догадываться ты можешь выбрать любую версию но только не оборачивайся хочешь больше мистических историй тогда подписывайся на мой канал ставь лайк этому видео в комментариях пиши как думаешь что случилось с малазийским боингом это был ти пока